в течение уже нескольких недель то есть уже почти 6 недель мы говорим о именах господних и долгое время мы об этом говорим что у бога есть имена и нам это важно понимать что у бога которому поклоняются евреи это это не только одно и одно имя которое непроизносимое но очень важно что у нас понять что у нас бог это один один бог хад да он один бог но раскрывается в тонах и под именами не богов от остальных а одного бога как как с именами которые его как функции как некоторые многогранность его отношения с человеком и поэтому мы иногда встречаем такие имена как элохим и элохим мы говорили о том что это бог творящий мы говорим мы об этом говорим что элохим и как творящего когда первое имя которое мы встречаем в тонах или бытие это в решить первая глава 1 там стих мы также говорили о его вода это бог сушили я буду кем я буду мы говорили о имени адонай когда маша пришел к израилю поскольку он узнал что это и вообще его рассказал евреям что это одна на послал меня до кого-то противоречия на самом деле он подтверждал тому что у бог один и мой господин и я только всему служу не фараону мы говорили что адон что бог открываться к иегова миссис знамена над моей жизнью мы говорим что бог это над нами как любовь его знамя его любовь к нам его чудесное имя мы говорили о л-шеда всемогущий бог и последний раз мы говорили об имени которое не часто даже ученые особенно христианские ученые любят говорить да они просто говорят это бог израиля имеется как бы какой-то состояние может быть любой ну как бы этот бог израиля но мы разбирали что элохей израиль это бог израиля который конкретно имеет отношение с человеком и знаете еще есть 78 имен которые важны для нас исследовать еще плюс то есть их всего 85 вы сказать и рыба что вы делаете это мы будем два года вот этого слушать нет я знаете вот это думал думал думать закончу закончу вот сегодня все-таки закончу этот цикл но меня напрягала какая-то мысль в голове знаете мы с которым вот думаю заканчивает что интересно временах или нет пока я вот 10 дней назад что-то произошло в соседней стране да и я думаю наверное нужно поговорить не не об их аннуление обнуление да вот о боге которое мы говорим и сейчас имя его звучит но недостаточно знаете вот 10 дней назад наши наши соседей государства которые мы знаем очень довольно влиятельного всем мире произошли перемены эти перемены по определению которое мы уже компания что определенным сам событием мы уже могли придать пророчески не нужно было бы пророком но нам можно было сказать как она закончится мы понимали что то это для них это важно и поэтому любые какие-то там решения уже они были обнулированы там была одна тикле чисто тема то должен переизбраться возможно это было этого формальности но эти события показали миру что фактически человек у власти способен переписать закон или найти способ подмены конституционных прав такое ощущение что человек решил стать выше закона государства так он либо он боится последствий которые произошли за это за те времена либо он болен либо он решил что быть выше всех предписаний общество это важно для него вот эти лично вот эти события меня на самом деле подвинули и толкнули то что поговорить с вами о нашем боге что вы скажете рыбы что именно вас подтолкнула что вас именно это заставило говорить об этом я скажу человек смертен бог вечен если человек перешает переписать закон под себя то бог изменяет переписывает приговор не для себя но для того чтобы человек от этого получил пользу поймете обратная сторона и конкретно богу не нужен закон потому что он является закон эталон того к чему уже стремится мы мы должны пользоваться этим этим случаем что бог дает нам понять что он праведен он справедлив и он не меняется вчера сегодня веки тоже что человек сеет то он и жнет когда мы говорим об именах бога мы встречаем в тонах историю очень интересная история где мы в первый раз встречаемся с этим именем бога это интересное имя потому что эта история связана с авраамом и человеком или священником пересвещение которая через историю перешла в новозаветные оповествования и мы там находим его имя когда мы говорим о боге мы встречаем эту историю с авраамом это встречи с пересвещение к бога всевышнего то есть встречи об мелых цадек до мелых маха садек мы так по-русски так бы одно имя мы думаем что это его имя такое дай бог и садек но если перевести мелых это царь праведности встречи авраама с царем праведности и кто помнит эту историю когда-то произошло когда это 400 глава 400 даже после 12 главы где бог призывает авраама выйти из ура халдейского и на 400 глава где четыре царя объединяются вместе опустошают фактически земли приходит воевать против пяти царей с юга и особенно там где вы жил лот да и в это время происходит вот это событие они побеждают эти четыре против пятерых и захватывают все имущество и лот попадает в эту переделку захват представьте захват лота и у вот в рабство на север посадок северную сторону выше дамаска да вот и и мы мы понимаем эту историю и здесь вот интересно потому что похоже что эта встреча с мелхиседдеком после победы авраама после победы над теми царями которые подбивили 5 царей вы должны понять и встреча это очень важно похоже что эта встреча дает или подталкивает авраама к рассуждению и необычная история с первосвященником как бога который высоко превознесенным и в новом завете это вот история она как отвлекается на как бы перекликивается с тем что ешуа сравнивают с царем на хиседдеком по крайней мере по его по чину по чину мелхиседдека другими словами то есть ешуа сравнивают не просто с первосвященником но перед священником превознесенного то есть бога превознесенного имя называется эль элеон вот имя эль элеон бог превознесенный добились мы если поэвритам так Говорит, высокий, выше всех, других богов нет. Бог над богами, да, Бог над богами. Эль-Элион. И вот, фактически, когда сравнивают Ишуа с Махиседеком, оказывается, да, таким, что он по чину священника, Бога всех богов. Чтобы это было ясно. Эль-Элион, так звучит следующее имя Бога, которое мы с вами должны познать. Я зачитаю один момент. Исайя, 6 глава, 1 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Это, как бы, такая история, которая должна понять Бога, превознесенного выше всех. Что интересно в этом имени, кто-то может сказать, с ожалением тем, что, может, давайте дальше будем говорить о чем-то другом. Есть же какие-то другие темы для проповедей и все остальное. К вашему большому разочарованию я хочу все-таки поговорить об этом имени Эль-Элион, которое переводится зачастую как «Бог Всевышний». И этим именем часто пользуются и иудеи, и христиане. Иудеи говорят «Всевышний». «Всевышний послал меня», «Всевышний сказал». «Всевышний благоволит», «Всевышний богословит тебя». Это имя, оно используется очень часто, но не разбирается в глубине. И об этом Боге, об этом имени Бога я хочу говорить. Это верное истолкование, что это Эль-Элион – Бог Всевышний. Это вот толкование истолкование – это верное. Хотя, я бы хотел сказать, что мы все-таки вернемся еще к одному имени. Чуть попозже, когда мы будем говорить об имени, которое превыше всех имен. Как бы такое перекликание. Всемогущий Эль-Элион – выше Бога, еще нету Бога, но есть имя превыше всех имен. Эль-Элион – это имя, с которым выступил царь Салимский. Он был превосвященником именно Бога Эль-Элион. И именем этим он благословляет Авраама. Понимаете, да? Он не просто говорит, пускай Бог тебя благословит, а говорит именем Эль-Элион. То есть, как сказать, Эль-Элион благословит тебя. Или ты благословен Эль-Элионом. Имя, которое было важно в жизни Авраама, является важным компонентом познания Бога, которому мы с вами служим. И давайте мы начнем читать этот отрывок. Я не перечитываю всю главу 14, потому что там много событий происходит, особенно за этих царей. Но 14 глава 17 стиха и ниже. Когда он возвращался после поражения Кедор Лаумера, и царей, бывший с ним, помните, мы говорили, четверо пошли против царей пятерых, бывший с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шевет, что ныне долина царская. И Мелхаседок царь Салимский вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, благословен Авраам, не Авраам, Авраам, от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимаю руку мою к Господу, Богу Всевышнему, владыки неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего того, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. В этом отрывке, друзья, это первый раз, когда встречается имя Эль-Эльон, в первую очередь. До этого еще мы не встречали его. И в этом отрывке мы видим, что Авраам и остальные повторяют это имя, которое важное для понимания событий, не только тогда, когда происходили, но и с сегодняшнего времени. Так как Авраам понимал, что он использует имя Эль-Эльон, Бог Всевышний, потому что он понимает, я пришел, я это имя не знал, меня благословляет царь Салимского, выходит мне навстречу, дает мне вино и хлеб. Мы понимаем, как Вишуа символизирует, что это мое тело, это кровь завета, это сторона, которой мы сейчас не касаемся. И при этом он высвобождает благословение от его имени, от имени именно Эль-Эльон. И в этот момент, может быть, это не может понять, почему Авраам начинает повторять это, клятся, говорит, я клянусь, владыка Всевышнего, что я от тебя ничего не хочу, царь Содомский. Почему? Что-то произошло. Этот Бог, на самом деле, когда вот был благословен Авраам, Авраам понимает, что только этот Бог мог переписать исход сражения Авраама с Кедер Алаумером. Вы говорите, как? Откуда вы взяли, Ребет? Здесь ничего не сказано об этом. Смотрите, давайте я вам почитаю одну вещь. 14 стих, читаю, чуть-чуть выше. Авраам услышал, что Лот, сродник его, взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, то есть они были оттренированы, 318 человек. Нормально? Преследовал неприятеля Додана и разделившись, это не самая лучшая тактика, разделившись, сколько там человек было, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, а потом еще и преследовал их до Хавы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество, и лота, и сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Вы скажете, и в чем здесь, как это, подлох? 318 человек пошли против армии четырех царей, которые опустошили восток того времени, поразили пять союзников, забрали все имение. Вы думаете, это 10 человек сделало? Ну да-да, там еще Рафаим, там перечисляется, вот если будете читать четвертую главу, вы поймете, что Авраам, после того, как он это все произошло, получил победу, возвращается, и выходит к нему первосвященник Бога Всевышнего, и этим именем он его благословляет, что благословен Авраам от Эль-Ильома, которому Эль-Ильом даровал победу. И Авраам говорит, точно, невозможное становится возможным. 318 против 100, тысячи, 10-10 тысяч, конечно, я не могу вам сказать точно число, но то, что Махаседек высвобождает благословение от Всевышнего, говорит о том, что борьба за родственника была пропорционально нереальной. Там нужно было переписывание военной тактики, которая раньше не применялась, и 318 человек поражают армию, которая поразила пятерых царей и их армию. Как это вообще возможно? Бог Всевышний, Эль-Ильом, к небольшому рассуждению, я вам скажу так, вот по рассуждателям, мы говорим 12 глава, это 14 глава, даже Авраам не предполагал в это время, даже вообще не слышал о том, что Бог, вообще Богу это нравится, как он себя ведет. Только в 15 главе мы видим этот диалог беспокойного Авраама, говорит, ну хорошо, ты благослышишь, что у меня никого нету, кому передать свое имущество, все, мне не, о чем мы говорим, Божие, и вот тогда в 15 главе Бог выводит его, посмотри, разумей, пойми, там же в 15 главе, это до 14, после 14, да, после этого поражения, до всего, попытки, вот, знания Бога, там же он, Бог говорит, давай, принеси жертву, там же он заключает с Авраамом этот союз, завет, который он исполняет, и между прочим, там Авраам заснул, а Бог совершал завет, а завет завершается с двумя личностями, и Бог никем не мог поклясться, как самим собою, что он исполнит это, и вот там же в этой главе написано, Авраам поверил Господу, в 15, и он вменил ему это в праведность, в 15, а в 14, что Авраам вообще делал, вы понимаете, я хочу вам показать, что еще до того, как был, как бы, закон, и даже, даже понятие о десятинах, даянец, деке, да, Авраам уже переживает Бога, Бога, которого превыше всех других богов, Эрели он переживает, он изучает этого Бога, который на его стороне, еще до 15 главы, Авраам жил и постигал Бога, который вывел его из Ура Халдейского, до всего этого, до заповедей, до всех-всех-всех вещей, до обрезания, он уже начинает познавать Бога, который вывел его из Ура Халдейского. Первосвященник, интересная личность, как вы думаете, вот какая ответственность первосвященника вообще в сути, это быть таким посредником, который стоит между Богом и человеком, но я не говорю сейчас как бы конкретно каких-то, а те сущности, между любыми богами и людьми. Это тот, кто имеет полномочия говорить и действовать от имени того, кого он представляет, правда? Вот представьте себе, понятие этого на востоке очень важное, и выходит царь Салима, то есть Иерусалима, приходит к нему, выходит ему навстречу, я не знаю, какой путь этот он совершил, но он выходит к нему с даянием вина и хлеба и начинает пророчество, то есть, говорит пророческие слова и благословлять Авраама Эль-Эльонам, которому Эль-Эльон даровал победу. И вот Мелхаседек представляет Бога и по имени Эль-Эльон, выше которого нет и не может быть, только он сотворил все то, что мы можем увидеть, и только он мог дать Аврааму эту победу. И когда мы вот чуть-чуть изменим имена, я хочу, чтобы вы услышали, какое благословение, что говорил Мелхаседек или царь праведный. И благословен Авраам от Эль-Эльона, то есть, ты получил благословение от Эль-Эльона, да, владыки неба и земли, то есть, его больше богов нету, благословен Эль-Эльон, который предал врагов в твои руки. Это как пророческие слова. Ты не просто победил. Я хочу тебе сказать, что это Эль-Эльон тебе вручил врагов твоих. невозможное с 318 людьми становится возможным. Другими словами, Авраам, с твоими 318 человек победить многочисленную армию невозможно было без вмешательства свыше. Ты это понял? Вот услышите, может быть, я как-то так пытаюсь объяснить о Боге, Которому мы служим, что Он на нашей стороне. И даже если бы у тебя было 5 человек, ты должен знать, что только с Эль-Эльоном можно изменить ход абсолютной или абсурдной ситуации даже. Даже если было бы 5 человек у тебя, то с Эль-Эльоном, Богом Всевышним, можно было изменить эту абсурдную ситуацию. Только Эль-Эльон меняет естественный ход событий в сверхъестественное. только Он способен переписать историю, а не человек. И только Он может изменить свое слово, а не человек. Осознавая, что победа приходит от Бога, эти личные переживания сверхъестественной победы, вот Авраам делает что-то, что мы уже в Новом завете делаем, и в Ветхом завете мы получили как указ, Он дает десятую часть от того, что Он приобрел во время этого похода. Авраам, не имея Торы и не зная отздыке, но понимая источник своего приобретенного ресурса, спокойно отдает в руки перед священником десятую часть имущества, не задумываясь об этом. Почему? Потому что то, что Он увидел в бою и то, что Ему было объяснено, что это все-таки Бог на твоей стороне был, моментально, мгновенно, как только Он получил это откровение, Он говорит, да, это Эль-Эль-Он был на моей стороне, все, это Ему в руки передает. Часть своей праведности, то есть, как вы понимаете, цедака, мы говорим десятину, цедака, даяние праведности. Авраам вручает в руки царя праведности. Наша праведность, как запачканная одежда. Помните, да, Писание говорит, давайте мы свою праведность все-таки вручим хоть на 10%, хоть на сколько-нибудь вручим в руки царя праведности, без сомнения, что ты с этим будешь делать? Не спрашивая, дайте Ему делать то, что Ему нужно делать с вами. Важно даже заметить, что если первосвященник и царь Салима, и мы в Новом Завете понимаем, что это отождествление, картина Ишуа, Мессии, представляет нам Мессии, который раскрыл нам имя Бога, фактически он раскрыл нам имя Господа как Спасителя, то сразу же в эту же минуту, когда это происходит, побежденный царь Содома, помните, да, это побежденный царь Содома, он нищий, он уже был, как бы, смог сбежать, он тут как тут, мерзкое место Содом, вы понимаете, что попозже это все было сожжено, он приходит и требует у Авраама отдать ему людей, мерзость, мерзкий человек, я хочу, чтобы вы понимали, о чем я говорю, если, здесь два, две личности, Мехоседек отождествляет Машеха, который открыл нам имя Бога, и мы благословлены в нем, да, мы, мы, свободно даем Ишуа, ту, нашу цдеку, да, которая, мы, мы, незаслуженно, как бы, мы понимаем, что только Бог мог помешаться в нашу жизнь, изменить ее, невозможность стать возможным, и тут же сразу есть царь Содома, мерзость, разговаривает, слушай, кого-то ты мне напоминаешь, царь Содомский, вам не напоминает кого-то, как вы думаете, кого он олицетворяет здесь, фактически, сам царь напоминает нам наглого Хасатана, да, то врага человека, Сатан, который потерпел поражение, как вы думаете, потерпел Сатан поражение на Глаговском кресте, да, где твоя сила, да, твоя жала, сметь, где твоя сила, откуда, понимаете, да, все, поражено, он, понимая, что он поражен, и приходит в наглость и говорит, давайте поменяемся, давайте мне что-нибудь, я не буду объяснять, о чем много, я не буду причислять всего того, что иногда Сатан приходит, требует у нас, будучи пораженным, мы поддаемся этому, я не буду говорить о том, что враг всегда приходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, но Авраам реально, он отшивает его и не собирается ему уступать, не собирается, скажу только одно, все, что предлагает Сатан в этом мире, как царь Содома, мы понимаем, это весь мир как Содом и Гамора, да, есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, все это, когда он предлагает, мы приобретаем у него, да, берем на какой-то обмен, никогда не послужит нам в пользу, оно всегда нас боком выйдет, все это предлагаемое врагом не станет благословением, а станет твердыней, где он, враг, властвует, поэтому скажу так, что сделал хорошо, Авраам, говорит, чтоб ты не думал, что я от тебя обогатился, возьми все, я даже не хочу ничего твоего, 1 Иоанна 2,16, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего, сами сделайте вывод, сами сделайте вывод, Авраам сделал Бога Всевышнего источника своего благословения, и Авраам был уверен, что Бог выше всех происходящих ситуаций, и он перепишет любую ситуацию не в пользу нашего врага, он на нашей стороне, или ли он переписал твое прошлое, и сделал тебя другим творением, это похоже на то, как Бог изменял имена Авраама, Якова, Симона и Савла, помните, да, Авраам стал Авраамом, и мы говорим, Яков стал Израилем, Симон стал Петром, и Савл стал Павлом, есть в этом изменение, то есть, что я хочу сказать, у Бога Всевышнего это Элилион, только он, как Бог, может исправить то, как Бог сделал, что-то я запутал, да, вас совсем, что это значит, я похожу на на примере, мы, да, вот здесь, Бог говорит так, мы скажем, и делаем ошибку, Побе, да, вот так, вы скажете, что он написал, Бог говорит, подожди, подожди, неправильно, я хочу, я хочу вытереть, вот то, что ты написал, и сказать, правильно написать, Победа, момент, только Бог, который, Всевышний, Элилион, может, это сделать, приговор, который в твоей жизни, то, что может быть неестественно, то, что уже можно было сказать, это предурочено, можно сказать, я вытираю все, и пишу, новое, еще говорит, все твои новые, и это, для каждого из нас, очень важное имя, что это Бог, всемогущий, он может изменить, Бога, который, вот, его могущество, зависит от того, что он уже сказал, и он его изменит, взыскать Элилиона, для Авраама, означало, переписать статус, неспособного отца, народов, его неспособность, Бог говорит, в твоем теле, неспособном, произвести детей, я меняю на статус, отца народов, вы понимаете, о чем я говорю, то есть, Эль, Эльон, это имя, которое невозможное, делает возможным, если мы осознаем, и понимаем силу, в имени, нашего Бога, тогда скажу, что ад приходит в движение, против всех нас, Эль, Эльон, это имя, которое переписывает заключение врачей, заключение судей, заключение кредиторов, это имя, которое мы должны знать, чувствовать, переживать, и этим жить, если мы не только знаем имя Всевышнего, но и практикуем его на собственном опыте, как единственный источник нашего существования, тогда мы должны ожидать, что весь ад будет не только в движении, а против нас, почему я говорю об этом, есть история в Ветхом Завете, где рассказывают настоящие планы врага, Хасатана, Хасатан, Исайя 14 глава, я пытаюсь быстрее это все сделать, чтобы мы понимали, о чем я говорю, 11 по 15 стих, в преисподнюю низверженно гордыня твоя, со всем шумом твоим под тобой постелена червь, и червь покрыл твой, как упал ты с неба, десница сын зари, разбился о землю, попирающий народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд божьих, вознесу престол свой, и сяду на горе в сомне богов на краю севера, взойду на высоты облачные, и буду подобен всемышнему, буду подобен Эль-Эльону, Богу богов, то есть выше всего, которого нету, но ты низвержен в ад и глубины преисподней, мы знаем намерение сатаны, если мы понимаем сущность имени бога, Эль-Эльон, потому что, как Авраам, он понял, что сверхъестественно произошло, что бог на нашей стороне, мы это верим, мы отдаемся этому, знайте, что весь ад придет в действие, потому что, а сатан, он до сих пор имеет это желание, чтобы ему поклонились все народы, и в Откровении Иоанна мы читаем об этом, чтобы поклонились ему, что он хочет стать Эль-Эльоном, чтобы поклонялись ему все народы, Иешуа изгоняет легион бесов из человека, и в этот момент этот бесноватый говорит такое, что вы сейчас увидите, что очень интересно, и Марк, и Лука описывает одну и ту же историю, значит, это такое, как бы утверждение, да и аминь, я буду читать от Марка, и вскричал громким голосом, сказал, что тебе до меня еще, сын бога, Эль-Эльон, Марка, 5 глава, 7 стих, бога Всевышнего, Эль-Эльон, что тебе до меня, то есть, он еще изгоняет, и он говорит, что до тебя, сын Эль-Эльона, как вы думаете, важно ли это имя для нас, имя Эль-Эльон, который меняет историю, обстоятельства, ситуацию, это и дальше, интересно, а насколько мы доверяем Богу сегодня, который переписывает наши обстоятельства, это Бог может только сделать, даже тогда, когда Он это сказал, что произойдет, послание к Титу, 3 глава, 5 стих, Он спас нас, не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, Он вытирает наше прошлое, и пишет новое, Иоанна 15 глава, 15 стих, и я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но называю вас друзьями, Он вытирает сущность твою рабство, и называет тебя другом, давайте еще вспомним одну историю, которая очень, очень, очень применима сегодня, она насущна, мы читаем это в Исаии, в те дни, когда 6 глава, сейчас не помню точно, в те дни, Иезекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Интересно, да? Кому из вас приходил пророк или ангел, говорит, ну все, пиши завещание. Никому еще, да? Слава Богу, чтобы никому еще не приходил. Тогда Иезекия отвернулся лицом к стене и молился Господу, говоря, о Господи, вспомни, что я ходил пред лицем твоим верно и с праведным тебе сердцем, и дел угодно в очах твоих, и заплакал Иезекия сильно. Боже мой, я бы тоже поплакал. Пиши, вот пиши сейчас, завтра не встанешь. Тут уже иногда людям говоришь, вы запишите просто завещание, чтобы все было на всякий случай. Что вы меня хороните заранее? Такое возмущение. А тут же говорят, ты пиши, завтра умрешь. И вот он молился. И Бог, Господь, говорит Исаии, да, и сказал, пойди, то есть вернись, скажи Иезекии, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Еще одно имя, Бог Давида, да. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавляю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу. И секундочку. Разве Бог не сказал, что ты умрешь? Сказал. Все, это как бы, если Бог сказал, написано, что он исполнит. Нет слова, возвращен. И тут сам Бог переписывает свой же вердикт. Почему? Потому что человек осознал не то, что он умрет, он говорит, по сути, я человек, хочу жить больше. И вот жалко наконец вот так вот умереть. И Бог говорит, я тебе еще 15 лет. Он увидел у вас сердце, его раскаяние, нет, даже не рассказать, здесь ни раскаяния вообще нету, здесь его горькие вот слезы, потому что где-то, наверное, он еще что-то хотел еще сделать, да. Но в существе, когда мы знаем Бога Всевышнего, мы не по плоти воюем против сатаны, мы не пытаемся в одиночку сражаться с обстоятельствами, в которых мы находимся, но мы знаем, в кого мы верим, и весь мир становится этому свидетелями. И даже преисподне поднимает свой голос. И они будут говорить об этом. Вы скажете, как? Очень просто. Деяние апостолов, 16 глава, 17 стих. Помните, где женщина, которая ходила за апостолами и начинала там кричать? Да, я позачитаю. Идя за Павлом и за нами, не знаю, какая там была толпа, какая? Она кричала, говоря, сии человеки, то есть эти люди, рабы, эллион. Они не просто, это рабы Бога, живого, или там, она говорит, эллион, выше всех богов. весь ад будет против вас. И даже другие будут говорить с тобой Бог. Они будут свидетелем в твоей жизни. Бог желает, чтобы мы славили его и величали. Если мы познаем Мишуа личным спасителем, тогда нам открыто имя его. И в нас есть решение сделать Бога нашим ответом на всю нашу жизнь. Нашим персональным, личным, могущественным Богом Эль-Эллион. Бог желает, чтобы мы с вами познавали это имя. Имя, которое может переписать историю, переписать ваш диагноз, вашу ситуацию. И поэтому мы должны, как дети, его славить. Псалом 86-й, 5-й стих. О Сионе же будут говорить такой-то и такой-то муж родился в нем. А дальше и сам Всевышний укрепил его. Слово Всевышний и сам Эль-Эллион укрепил его. Если ты познал Бога, ты родился в семью Божью, то сам Эль-Эллион хочет тебя поддержать и укрепить. И если мы искуплены Богом, если мы укреплены Эль-Эллионом, то Иешуа говорит нам прямо сегодня. Если пребудете во мне, и слова мои вас, то чего не попросите во имя мое, то будет. Понимая это, мы должны не унывать, не опускать наши руки, не поддаваться нашим разочарованием и эмоциям, но снарядить себя мыслью, что мой Бог всегда со мной рядом. Эль-Эллион, Он перепишет мои обстоятельства для того, чтобы я Его прославил. да благословить тебя Господь и сохранить тебя, да призрит на тебя Господь светлым цем своим, помилую тебя, да обратить свое лицо на тебя, Господь, и даст тебе свой шалом. Исцеление, благодать и милость. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому